И как всегда, наш с вами радиоэфир перебивает его величество, баран Минхгаузен. Здравствуйте! Братва звонит, там уродов расплодилась тьма. Я тебе когда сказал, что там за чистый? А барахло ценные, и особенно пушки, собрать и чудо привезти? Какого хера в куче хорошего железа пропадает? Пацаны его там растаскивают, да... Здорово, ребята. Простите, мужики. А значит, людей нет, заживаешься, не справляешься. Так ты прямо так и скажи. А если подписался, так давай предоставь. А то не ясно, ты за кого меня вообще держишь? За кого меня вообще держишь? Прямо двой, барон сказал. Короче, нас с тобой барон на самом деле уже достал всех что-то говорить. Как всегда, перебивая радиомолчание, он у нас того, что сказал про виабазу. Но нам ничего никаких меток больше не появилось. Следовательно, мы с тобой едем на основное задание, на главное. Ну-ка, ребята, разбегайтесь. Ну-ка, айц, простите. Ой, на экран мне на стекло брызнул сок. Какой-то гранатовый, по всей видимости, или вишневый. Как-то слишком легко, он исчез даже. А где дворники? А ну да. За дворников платить надо. Дворникам же надо платить, чтобы они работали, правильно? Логично, логично. Почти приехали. Ребята, расходитесь. На дороге не ходим. Разбегайтесь, ребята. Не мешаемся. Слушайте, машина у нас с тобой почти доломана. Не знаю, как мы дальше на ней будем, конечно, ездить. Давай свою. Слушайте, я ездя на этом транспорте, не поворачивается язык назвать его транспортом, чувствую себя каким-то водителем маршрутки, по-моему. Остается кричать, передаем за проезд, передаем за проезд. Тогда точно буду похож на водителя маршрутки. Во-во-во-во, такими скрипами, да-да-да. Обычно, когда у них кресло так вот еще подпрыгивает, вот так вот, сразу вспоминает вот это вот саморатизация. Когда, знаешь, когда ты слышишь этот звук, смотришь на водителя и просто завидуешь тому, что у него кресло саморатизация, а у тебя какое-то говно, а не кресло. Ну, потому что у него-то оно прыгает, оно у него мягкое, а у всех остальных это кресло твердое. Ну, а ему-то понятно, ему целый день сидеть, а вам-то что там, полчаса или час всего лишь? У нас того, кажется, начинается песчаная буря, судя по внешнему виду, нам бы с тобой не мешало бы. О, здорово! Давай, здорово, батюшки мои, ребята. Мужик, ты что, спишь, что ли? Давай, просыпайся. Тебе удобно с лопаткой за спиной под спиной так сидеть? Кто там? Это... Спи, доча. Дядя Артём вернулся. Спрашивай. Тсс, лежи пока. Дядя Артёма сначала надо поговорить с половником. С половником. И сначала ещё нам нужно... Ещё нам нужно немножечко дохнуть бульбулятора. Чуть-чуть. Ты видишь? Посмотри на эти отражения. Вот посмотри, ты видишь? Вот сюда, внимательно, вот сюда посмотри. Ты видишь, точки, крошки появляются на экране. Вот как будто артефакты графические вот здесь вот, в этой области. Я вам говорю немножечко, ребята, про реалистичность. Мы с вами разговариваем, если вы не забыли. В этой игре. Тоже она у нас с вами супер-мег-крутая должна быть, да? Там, где свет преломляется стеной. Давай, присядем с тобой на стул. Вот у нас с тобой тубус. Да, прикинь. Конечно, красавчик. Как же прекрасно. Что это такое? О, ну-ка, давай отхлебнем. А что такое, товарищ паломник? Старый мельник. Слушайте, мы же с вами воду нигде не находили. Алеша. Алеша. Я связался с их главарем, так называемым бароном. Бараном. Минхгаузен. Что ему надо? Я связала где источник. Но он естественно охраняется нефтянниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. Вообще, в тех раз фигачу. Выдвигайся навстречу с Дамиром. Ага. Ваша задача. Любой ценой доставить воду на Аврору. Окей. Как скажешь. Удачи, Артём. Я... Мы все рассчитываем на тебя. Окей, куда... Да вы охренели, что ли, я только что там был. Вы чё, нельзя было сразу мне сказать, чтобы я туда ехал? Жизнь и вышла вся. Я на поздно. Трендец. Артём, пока тебя не было, я доделал для тихоря ещё одну штуку. Какой ты красавчик. Ну-ка, давай. Не сомневался в тебе. Он должен искать песок сам. Сказал, песок сам, понимаешь. Не то, что от нефтяников, от своры собак бродячих не отобьёмся. Окей. Хорошо. Ну, мы будем поаккуратнее, наверное. Вот, какое. Смотри, короче, баллон, походу, какой-то улучшенный, да, мне сейчас дадут? Почему у меня так крушится картинка? Вы посмотрите. Что у тебя? А у тебя что? Не зря мы сомневаемся. Ну-ка. Пневматическая система с автоподкачкой. При падении давления в системе ниже нормы автоматически включается электронасос. В системе не мешает использованию ручного насоса. Прикинь. Вот это спасибо, ребята, вам. За такое. Спасибо тебе, мужик, за твоё добротное дело. Говненько. Что это за говно? Какой-то бульдог. Гарик, ты ли это бульдог? Револьвер. А что тут дробовик? Бульдог. Убойник. Всё такой точный, скорострельный дробовик. Нет, это на средней дистанции у нас с тобой. Тут одно из двух. Или восток в зону ответственности центра. Калаш. Или кто-то унёс все карты восточного региона до нас. Ну, может быть такое, наверное. У нас урон будет меньше. Укороченный ствол с глушителем. Слушайте, а если... А почему нельзя сделать длинный ствол с глушителем? Два в одном. Не, я не хочу ставить ему глушитель. Я... Как бы я сильно не хотел поставить на него глушитель, я не могу этого делать, ребята. К сожалению. А, у меня ещё нельзя 6х поставить на него. Зачем он мне нужен, этот кусок пирога? А если севернее... Нет, тогда нам с тобой... Да, обратно это забираем. Оптику 6х нет, ребята. Я не могу променять. Простите уж, но мы не будем с вами, ребята, потому что... Что-нибудь там базарит? Чё базарит? О чём говорит? Вообще ничего не понимаю. Револьвер. Да, собственно, это единственный вариант. Вентиль. Винтовка, производящая в утровьях мясло. Подожди-ка. Вентиль. Шментель. Найперский приклад. Вот. У нас с тобой... Тяжёлый ствол. Стабильность повысить нет. Всё остальное будет говно полное. Одно... Чего? Однорядный магазин? Нарядный магазин, человек, пяти патронов. Патроновый сходящий затвор позволяет стрелку. Смотри, как сварено прямо вручную. Но это трындец. Туркменистан, Афганистан, Пакистан. Тёплый стан, Дагестан, Пакистан. Да, ещё бы Тёплый стан его предложил. Ха. Смешная шутка. Оптику 6х, это мы сюда на снайперку поставим. Значит, сюда мы с тобой поставим, давай 4х. А 4х где стоит? В смысле? 4х никуда нельзя поставить? Вы что, серьёзно? Если тут у нас стоит какое? Стоит 6х оптика, тогда мы отсюда снимаем с тобой этот лазер, ставим сюда красный, туда ставим зелёный. Потому что нам с тобой на снайперскую винтовку нужно именно зелёный лазер, чтобы его было далеко хорошо видно. Глушителей у нас на снайперку нету, это до меня уже дошло. Спасибо, все последующие комментарии. Они излишне дробовик нам предлагают взять. Но, конечно, это неплохой вариант. Давно мы с дробовика с тобой не стреляли, но, опять же, не здесь. Я думаю, что это не очень хороший вариант. У нас с тобой усилены все броники, всё, что как надо, как говорится, всё как положено. Боеприпасов увеличенное количество. Всякий случай сделаем ещё фильтров, чтобы хватило на 20 минут. Патроны на максималке. Так, это тоже на максималке, да? Отлично. Тогда вообще вас поздравляю, ребята. Такого количества сделаем побольше для тихаря. Максимум пускай будет 120. Как переключение делать между боеприпасами, я не знаю. Поэтому, к сожалению, мы с тобой так до сих пор зажигательными ещё не постреляли. Короче. Мы с вами прокачались настолько, насколько смогли. Дедушка Ермак. Кто-то тебе. Конечно, вот тебе. Пожалуйста, моя родная. Смотрите, дедушка Ермак. У меня теперь фляга есть. Отхлебни от неё. Смотри, как бы, чтобы... Ну, теперь попросим, чтобы в неё воды налили. Так там есть немного воды. Будет мой непосредственный запас. Ха. Вау! Спасибо! Если мама тебе разрешит 40-градусную водичку отхлебнуть, тогда, пожалуйста. Ну-ка, вон, покажи маме. Мам, мне дед Артём флягу подарил. Ага. Вставляешь, видишь, какой я молодец. Мама даже ничего не сказала. Ты чё, мама? Спасибо, что зашёл ребят проведать. Пожалуйста, подруга. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Стёпа вообще жару плохо переносит. А без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Лёша с князем тоже свалились. Ребята. Им ведь просто вода нужна. А я ничего сделать не могу. Ну, подруга, ты-то чё поделаешь? Конечно, без воды всем не сладко. Ну, жалко их так. Ты уж постарайся... Жалко у пчёлки, как говорится. А пчёлка на ёлке. А ёлка далеко в лесу. Отсюда, в 3500 километрах. Я чё-то не понял. А у нас чё, воды с собой вообще что ли не было? Ребята, вы чё, стебётесь? Так, давай на руку посмотрим. Сколько времени? Который час? Привет, Артём. Здорово. По воду ничего не слышно. Ещё нет. Видишь, конденсат собирать пытался. Ага. Но охлаждать установку нечем. За сутки и литр не вышло. К литру литр молока поставил? Хорошо бы дождь пошёл. К литру литр. Да так откуда здесь дожди? Подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади. Так вот, водяра у вас есть. Всё, водяра нельзя пить. Сэр, как там с обедом? Я ещё полчаса, сэр. Что-то неважно, я себя чувствую. Хорошо. Как ты? Приляхте, краску попей. Нам сильно повезло, что основные силы нефтянников ушли в набег. Иначе сюда уже давно пожаловали бы не прошенные гости. Ну, это неудивительно. Звук такой мне очень нравится, это зарядки. Но нам с тобой надо прилечь поспать и желательно до утра. Потому что сейчас здесь делать не-че-го. Ребята. У нас с вами время 17.05. Ребята. Потому что нам с вами, ребята, нужно мчаться за водой. А чтобы нам мчаться за водой, нам нужно где-то поспать. Потому что я не хочу сейчас ехать. Мы сейчас с тобой поедем, потом настанет ночь. Ночь и то ещё удовольствие. Хорошая у нас с тобой снайперская винтовочка. А где у нас с тобой была кровать, кстати говоря, вообще кто помнит? А, в вагоне нашу с тобой была кровать. Слушай, ну автонакачка. А, так он автоматически трендец. Ну вообще класс. Так он же автоматически здесь не будет выдерживать давление. Да, положение какое-то говнецо. Походу всех, походу всех и закормили. Ну, так надо было, чтобы не было теплового удара, шапку одевать. Так что если нефтяники местные серьёзно навалятся, можем и не сдюжить. Но шапка зимняя, а летом, братан, по-моему, такое себе. Ильюль в тёмную нас разыграть хочет. Столкнуть нас с ними лбами, как тех баранов. И это ей был бы куда, как на руку. Досадность такая же получится. Седут без воды ослабнивая, и они нас тёпленькими возьмут. Вот. Полковник, воду одним больным до часовым выдавать наказание. Сказала, Санта не пьёт совсем. Сидит теперь, как тот сычи, не вытащишь его. Сед сидит. А через столбую его бывает, что теперь вред может быть. Пердуха. Вот какой там вред, когда и так уже некуда без воды-то. Хермакона. Пожжут с воздуха её добывать задумал. А какая там вода и самой пекла же. Ну да, здесь ничего у нас там будет. Ну да, ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Без воды до горючки сам помеш нам край. И надо нам их до чёрта и поболи. Ведь Уврора одной воды за час-то он и две на пар перевод. Жесть. До горючки над им тоже он будь здоров. Прикинь, две тонны воды. Мы тут как есть на мели. Надо с неё сниматься. Дивить отсюда, а то грабанёмся все. Такие, братка, пироги с котятами. Да. Приятного аппетита всем, кто ест. Короче, помчали мы с вами, ребята. Зажжём костёр. Это говно мы срежем. Всё. Как доедем, ребята, мы с вами продолжим. Потому что смысла, я опять же говорю, показывать нету. Мы с вами промчимся мимо. И как доберёмся, так мы... Скоро с вами увидимся. У нас с тобой теперь есть автоподкачка. И подожди, а что я за говно поставил сюда? А разве 4Х я не могу сюда поставить? Если не могу поставить 4Х, то надо менять, ребята. Это говница, погодите. Короче, калаш я взял. Помчали, ребята, пока у нас с тобой ночь не настала. Потому что до ночи хотя бы дам. Пусть, может быть, мы сможем где-то передохнуть. Чтобы у нас с тобой потом к утру как раз приехать сюда. Потому что по ночам как-то я не особо любитель кататься. На буханке, если её сейчас по дороге, нам с тобой не сломают. Потому что пониже хреначили. Только так. Открыли огонь. Чуть не это самое. Не поломали. Может, он умеет ремонтировать машину? Походу, не умеет. Короче, помчали, ребята. Прикинь, короче, против меня тут целые машины начали выезжать. Трындец. Посмотри, что происходит вообще. К такому жизнь меня явно не готовила. Ну-ка, ребята. Встаньте в ряд. На тебе. Подрезали меня, как вам понравилось. На тебе, влобешник. Сейчас мы тебя подрежем. Ну-ка, перекати поле нахрен, не мешайся. Отойди, куст сраный. Кусок, пирога. С тобой начинается, походу, так понимаю, да, буря. Ну и здесь сможешь с тобой лечь поспать. Ну, это тренда, короче. Они решили мне дорогу перекрыть, но ничего у них не вышло. На своем вонючем вазике. Смотри, насквозь, походу, видны у нас фонари, так понимаю, видим. Да, это фонарик? У нас с тобой есть и так авторегулятор этот. Как его звать? Мария, это фонарик у него светится, походу, насквозь. А, это не фонарик, это у него этот светится. Вишегонек здесь. От фонаря. От этого, от лампы. Ну-ка, мы заберем все. Мы заберем все. Решили мне помешать. Короче, давай мы с тобой ляжем поспать. И мы с тобой сейчас поедем. Уже всю серию, практически 20 минут. Ушла у нас с тобой просто на какую-то покатушке непонятную, вонючую. Что удивительно, в эту машину нельзя сесть. Представляешь? Она только что ездила у нас с тобой, а в ней нельзя сесть. И куда-то все тела попропадали. Мужики, походу, встали просто и ушли. Или, знаешь, у нас с тобой уборщики в стиле первых резидентов. Пришли, короче, и всех убрали. Все пропали, поэтому. Ну вот, мы с тобой, можно сказать, и добрались на нашей маршрутке. Как говорится, без посторонних лиц, никого не подвозили. Куда вы все прыгаете-то, наверное, на мое стекло? Глорио скилл. Да. У нас с тобой. Глория. Глория. Глобальное убийство, или как переводится? Глория. Глория такое имя есть, такое... Я знаю, Глория. Так, мы с тобой приехали, да? Добрый вечер. Так. Походу, кто-то из наших, я так понимаю. Потому что, если бы это было бы не из наших, наверное, бы он бы уже стрелял. Здорово, Якут. Да. Как тебе дела, братан? Как там наши? Держится пока без воды-то? Да. Вроде потихоньку. Короче. Знаешь, что мы сделаем с тобой? Пока тебя не было, я тут немного разведал. В преддверии следующей серии, лучше мы с тобой оставим это на следующую серию. Потому что 19 минут, ребят, пусть лучше будет в этой серии 19. Просто понимаю то, что далеко не каждый человек будет осматривать серию до конца. И так. Поэтому как раз следующий, наверное, у нас получится тоже в районе 20 минут. Так что на этом пока что-то еще. А вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать, друзья, вам огромное спасибо за внимание. До новых встреч, скоро еще не переключайтесь. Огромное количество гайдов от Спаса Крутос. Вы можете найти меня на канале СМБ Оширанка. До новых встреч, не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки.